В Альметьевском районе более 48 тысяч пенсионеров. Каждый из них в свое время трудился на благо родного города и республики. И теперь на заслуженном отдыхе заботу о них проявляют их первичные ветеранские организации. Они стараются не только обеспечить ветеранам комфортную жизнь, но и сделать ее интересной. Пенсионеров в Нефтеграде можно увидеть практически на всех культурных и спортивных мероприятиях города. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в художественной самодеятельности, занимаются спортом, повышают компьютерную грамотность, ездят на экскурсии. Они активны и полны сил. Понятно, что на пенсионера семьи сваливают самые такие тяжелые вопросы. Это значит посидеть с ребенком, сходить в магазин, но у пенсионера должно быть личное время. И мы стараемся это личное время заниматься с ним, и чтобы он повышал свой уровень. Многие сегодня уже освоили интернет, да вы знаете, и многие ходят на английский язык. Среди нынешних пенсионеров все еще живы свидетели Великой Отечественной войны. Участники – труженики тыла и дети войны. К ним всегда особое отношение. Фатима Яхина сама участник войны. На фронте была зенитчицей, воевала с фашистами в войсках противовоздушной обороны. Больше 30 лет она сама занималась активной ветеранской работой. Там пригласили однажды председателя. Мы пришли. Однополщина, три подружки пришли. И вот она, давайте девчонки, приходите. Мы стали еще. На пенсии не были, еще работали. Ну вот, заботиться о ветеранах войны, о тружениках тыла. Вот задача. Улучшить жизнь. Вот вопрос какой стоял. Спорт также плотно вошел в жизнь многих пенсионеров. В спортивно-массовых мероприятиях района участвуют свыше 6 тысяч пенсионеров. Еще в 2017 году эта цифра была вдвое меньше. Открыто 9 физкультурно-оздоровительных клубов, в которых ведется работа с пенсионерами. Предоставляется городом бассейн для плавания. Работают прокаты бесплатные. Это скандинавских палок, велосипеды. В летний период начинается. В планах у Совета ветеранов продолжать работу по социальной защите пенсионеров. Не за горой и День Победы. В связи с праздником тоже запланирована масса мероприятий. И, конечно же, одна из главных целей – не снижать достигнутых результатов, а наоборот – повышать планку.